Как Путин поставил империю Пригожа на себе на службу. Итоги визитов госсекретаря США в Китай и генсека НАТО в Украину. Нота протеста Таджикистана к России и арест Джерарда Депардье. Это главные темы на страницах российских и мировых СМИ. Мы каждый день их читаем, и я, Анастасия Брюханова, рассказываю вам только самое главное. И здесь, на канале Объектив. Поэтому подписывайтесь и обязательно ставьте лайк под видео. Вам это сделать несложно, а нам действительно помогает продвигать выпуски. Ну, теперь начинаем. Из прошлогоднего бунта Пригожина Путин вынес один урок. Для его режима опасно иметь самостоятельное и во многом независимое военное формирование с харизматичным лидером во главе. Особенно если у этого формирования боевого опыта в разы больше, чем у придворных военных. Да, может, для достижения тактических целей в Украине или в Африке такая самостоятельность – это плюс? Ну вот для стабильности власти – точно минус. Политика рассказывает, что сделал Путин, чтобы разрушить империю Пригожина и чтобы поход на Москву было невозможно повторить. По информации источников, за последний год ЧВК Вагнер пережил масштабную реструктуризацию. Ее бойцов разделили как минимум на четыре группы. И тут Путин руководствовался старым принципом, разделяя власть. Он смешал солдат Вагнера с лояльными себе военными формированиями. Часть вагнеровцев теперь входит в состав Росгвардии и продолжает воевать в Украине. Как сообщают источники, это подразделение теряет на фронте много бойцов. Вторая группа вагнеровцев попала под контроль Министерства обороны. Третья теперь контролируется российскими спецслужбами. Четвертая же группа, также известная как Африканский корпус, под руководством того же Миноборона, пытается занять место, которое некогда на африканском континенте занимал Вагнер. Точная численность каждой из этих четырех групп продолжает оставаться загадкой. В общем, Кремль поставил наемников под свой полный контроль. И это, как говорят эксперты, имеет большие последствия для геополитики. Сейчас бывшие вагнеровцы в составе новых формирований успешно расширяют свое влияние в Африке, например, в Нигере. В прошлом году там был военный переворот. Хунта отстранила от власти избранного президента и начала сближение с Россией. Москва послала в Нигер сотни наемников, чтобы те обучали местных военных. А США же пришлось выводить свои войска из страны. Потому что военная хунта не хочет, чтобы солдаты штатов, которые выступают за возвращение к демократии, продолжали находиться в Нигере. Похожая ситуация произошла и в Чаде. Оттуда штаты тоже выведут часть своего военного контингента. Бывшие вагнеровцы также действуют в Мали, Ливии, Судане, Буркина-Фасо, Центральной Африканской Республике. Их главная стратегия — это поддержка оружием правительств, формированных после военных переворотов. И, как считают эксперты, другие африканские страны тоже могут стать более заинтересованными в сотрудничестве с Россией. Ведь теперь бойцы в Африке — можно сказать, официальные представители Кремля. Это не какой-то там ЧВК Вагнер, который США и Евросоюз признали преступной организацией. Статус российских военных формирований на контингенте повысился. А что случилось с другими частями империи Пригожья? По информации источников, отделы, отвечающие за кампании по дезинформации, забрала себе служба внешней разведки. Это Нарышкин. Сотрудники, которые занимались экономическими вопросами ЧВК, могли быть переданы в подчинение управлению военной разведки. Народ больше известный как ГРУ. Как пишут журналисты из Дания, тот факт, что некоторые бывшие вагнеровцы теперь попали под контроль Минобороны, конечно, не заставило их внезапно полюбить Шойгу и забыть все претензии к нему. Ну и к другим высокопоставленным военным чиновникам до кучи. Тем не менее, в рамках полностью зависимой от власти системы, бывшие вагнеровцы вряд ли смогут что-то с этим недовольством сделать. Та же самая бюрократия, скорее всего, сделает подразделения с бывшими бойцами Пригожина не только менее опасными лично для Путина, но и менее эффективными в принципе. Вчера российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки 4 человека погибли, более 30 пострадали. Это данные, актуальные на момент записи выпуска. Также из-за удара были разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В том числе загорелось здание Дворца студентов Одесской юридической академии, которое местные жители называют замком Гарри Поттера. МИД Таджикистана вручил российскому послу ноту протеста в связи с нарушением прав и свобод граждан Таджикистана в России. За последние несколько дней около тысячи граждан Таджикистана застряли в московских аэропортах в зоне временного содержания. После теракта в Крокусе приезжающих из Таджикистана стали проверять более тщательно. Это занимает больше времени. При этом условия содержания их просто отвратительные. Спикер российского МИДа при этом сказала, что такое положение вещей связано с повышенными мерами безопасности. Правда, условий, как я уже сказала, для длительного нахождения граждан Таджикистана в аэропортах, увы, не созданы. Люди не могут ни поесть горячую еду, ни отдохнуть. И вынуждены часами, а то и днями ждать, пока их выпустят из аэропорта. Среди них в том числе и студенты, которые учатся в российских вузах. Пограничный контроль удается пройти далеко не всем. Некоторых после проверки депортируют. Досмотр въезжающих стал тщательнее и на границе с Казахстаном. С 22 апреля на КПП в Оренбургской области скопилось около 180 машин с таджикскими номерами. Скорее всего, именно в связи с этими проблемами 27 апреля МИД Таджикистана призвал своих граждан вообще воздержаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости. Вчера юридический комитет парламента Грузии во втором чтении принял закон о прозрачности иностранного влияния. Ну, вообще-то это калька с российского закона об иностранных агентах. Обсуждение длилось почти 10 часов и не обошлось без стычек между оппозиционными депутатами и членами парламентского большинства. Сегодня законопроект будут рассматривать на пленарном заседании парламента. Тысячные митинги против закона не утихают в столице Грузии и Тбилиси. И вчерашний день не стал исключением. Протестующие собирались в парке в Ваке. А 28 апреля у здания парламента прошла аж 100-тысячная акция противников закона. Такие данные, говорят, организаторы. И при этом их разгоняли слезоточивым газом. Свою акцию, но уже в поддержку закона, вчера провела и правящая партия «Грузинская мечта». На митинг, правда, свозили бюджетников со всей страны. Пробки на въезд в столицу образовались. Бюджетникам выдавали флаги, а организаторы до начала акции даже проверяли звуки аплодисментов и крики одобрения толпы, включающиеся в колонках. Пару дней назад американский госсекретарь Энтони Блинкин вернулся из своей официальной поездки в Китай. Вместе с Си Цзиньпином и другими китайскими чиновниками он обсудил многое – и экономику, и безопасность, и борьбу с наркотиками, и даже искусственный интеллект. Как отмечают эксперты, сам визит прошел в атмосфере напряженности, и без того хрупкое сотрудничество между Вашингтоном и Пекином рискует стать еще менее стабильным. Противоречий между двумя странами остается много. Это и помощь Китая России, и слишком большое влияние КНР на рынок США, и проблемы Тайваня. Даже TikTok попал под раздачу, его в Штатах хотят запретить, потому что считают, что он угрожает национальной безопасности. Администрация Байдена пытается хоть как-то защититься от этих проблем. Например, она продвигает ряд экономических мер, которые должны ограничить доступ Китая к американской экономике и технологиям. Байден хочет поднять тарифы на китайскую сталь, солнечные панели и другие товары, которые производит Пекин, чтобы защитить США от дешевого импорта. А чтобы помешать Китаю помогать России военными технологиями, Штаты разрабатывают санкции против китайских банков. Об этом я уже рассказывала в одном из выпусков. Этот пакет законов готовили как раз в преддверии поездки Блинкена. И эту крайнюю меру США может реализовывать, только если дипломатические уговоры не помогут. Блинкен во многом именно сейчас и поехал в Китай, чтобы лично донести эту мысль. И, по всей видимости, угроза американских санкций на Китай все-таки действует. Как пишет Reuters, крупные китайские банки действительно начали ограничивать обработку транзакций с Россией. Теперь местных компаниям, которые поставляют товары в Россию, приходится искать обходные пути. В частности, прибегать к помощи небольших банков, которые располагаются рядом с границей, обращаться к брокерам, а также использовать для расчетов криптовалюту, операции с которой в Китае вообще-то вне закона. Вести бизнес с Москвой в последнее время становится сложнее. Тем не менее, во время дипломатических визитов стороны стараются сгладить углы. Во время своей поездки Блинкен не раз подчеркивал, что прямой и конструктивный диалог с Китаем, конечно же, важен и ценен. Со своей стороны, Си Диньпин тоже заявил, что США и Китай должны быть партнерами, а не противниками. Но разрешить главные противоречия ни Китай, ни США сейчас не смог. Поэтому Си Диньпин и Блинкен много времени потратили на обсуждение культурных инициатив, образовательных программ, студенческих обменов. Эта тема не вызывает особых проблем ни у одной из сторон. По остальным, более острым вопросам, обе страны обошлись уже привычными программными заявлениями для профорума. По Тайваню Китай призвал Штаты не пересекать красные линии, по экономическому сотрудничеству не тормозить развитие Китая. И еще об одном важном визите. Вчера генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг приехал в Киев. Заранее его визит не анонсировался, что в принципе норма в условиях военного времени. Столтенберг встретился с президентом Зеленским. Они обсудили инициативу генсека по поддержке оборонного сектора Украины. Она предусматривает создание специального фонда – отправку 100 миллиардов евро в течение пяти лет. Помимо этого, Столтенберг и Зеленский обсудили обстановку на фронте, поставки оружия и предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Ишниктоне в июле. Как отметил генсека, он видит Украину в рядах стран Альянса. Однако во время ближайшего саммита она вряд ли получит приглашение на вступление. Столтенберг добавил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в войне и приближать момент ее вступления в Альянс. Такие заявления звучат уже в два года. Вчера в Париже полиция задержала актера Жерара Депардье по обвинению в домогательствах. Актера заключили под стражу, а уже под вечер после допроса отпустили из участка. Заявление на Депардье написали две женщины, которые участвовали в производстве фильмов вместе с актером. Как рассказала одна из них, в 2021 году во время съемок картины «Зеленые ставни» Депардье к ней настойчиво приставал. Вторая женщина попала в похожую ситуацию в 2014-м на съемках короткометражки «Миг и сеанса». Сам Депардье эти обвинения отрицает. Но это уже не первый раз, когда его обвиняют в домогательствах. До этого еще 13 женщин заявляли, что столкнулись с похожим поведением Депардье. С 2020 года актер находится под следствием, уже по обвинению в изнасиловании актрисы Шарлотт Орну. Депардье получила российское гражданство в 2013 году, покинул Францию в знак протеста против повышения налогов для богатых. Войну в Украине Депардье осудил, а действия Кремля тогда назвал безумным и недопустимым излишеством. И добавил, что россияне не вноваты, что их президент принял такое решение. Мы тут много говорим о баранах, но теперь давайте поговорим о настоящих с рогами. В Англии дезодоранту Акс нашли новое неожиданное применение. С его помощью местные пастухи разнимают драки баранов, делают их друзьями, а овец даже заставляют воспитывать подкидышей. Об этом рассказывает Wall Street Journal. Однажды у одной из английских пастушек по имени Сэм возникла проблема. Ее баран стал слишком агрессивным и начал часто драться со своими товарищами по стаду. И чтобы решить эту проблему и найти какой-нибудь способ успокоить животное, Сэм попросил совета в тематической группе в Фейсбуке. И там ей в едином порыве посоветовали купить дезодорант Акс. То, что мы, и чем пахучее, тем лучше. На своем опыте пастухи из группы в Фейсбуке убедились, что распыление дезодорантов в стаде баранов помогает свести конфликты на нет. Сильный запад маскирует гормоны, а именно тестостерон, который витает в воздухе и заставляет баранов бодаться. Также из-за одинакового запаха животные начинают воспринимать друг друга как друзей. Им больше нет необходимости выяснять, кто тут альфа-самец. Этот совет помог и Сэм с ее драчливым бараном. Как она сказала, где есть Акс, там больше нет ссоры, скандалов. Еще одна пастушка из Англии при помощи Акс помогает своим овцам усыновлять осиротевших ягня. Овцы идентифицируют свое потомство по запаху и не воспитывают ягнят, которые пахнут по-другому. Но вот если и овцу, ягненка, побрызгать этим Аксом, то сложится счастливая семейная ячейка. Овца поверит, что ягненок принадлежит ей и станет его мамой. Дезодорант, кстати, как выяснили пастухи, для здоровья животных безвреден. Поэтому он входит в арсенал самых нужных инструментов у многих разводчиков. Тут самое главное не попасть в глаза, когда брызгаешь его на баранов. В общем, новый сюжет для рекламы Акс готов. Такие дела, если выпуск вам понравился, не забывайте поставить лайк, а, конечно же, подписывайтесь на канал. И до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok